День близится к завершению Приезжает сюда в конце сентября Почему осенью? Потому что она здесь особенная Тихая, сказочная и неповторимая А еще, пожалуй, только осенью И романах и встафи Наместник Чикойского и Анна Предтеченского монастыря Может выкроить один денек и побыть с нами на подворье Счастливое лицо батюшки уже говорит о многом Как же, прошел год, а на монастырской земле столько перемен Еще издали можно увидеть купол новой церкви Она почти готова Остались только отделочные работы Но это не мешает отцу и встафию проводить богослужения Просто чудо Планировали, одного получилось больше у нас Мы трапезную не планировали вообще на следующий год У нас получилось даже еще сверх того построить трапезную И колокольную в урлуке Вот я сколько здесь нахожусь уже пятый год И все, никак не получалось Сестры страны вроде были, материал, все Но никак не получалось с колокольной в урлуке А вот в этом году преподобный урлама, когда мощи были, это колокольная Ну просто раз и купол встал Постоянный поток монастырь паломников По пять, по шесть машин в день бывало Уже стали из Иркутска приезжать Узнали, что здесь мощи находятся преподобного То есть как бы по цепочке передавалось все равно Мне даже в Санкт-Петербург позвонил один батюшка Было такое намерение уже священника Санкт-Петербурга сюда посетить Вот эти вот края Рядом стоит двухэтажная гостиница Где будут останавливаться паломники и туристы Дело замало Вставить окна, приобрести мебель, в общем навести уют Кроме того, на территории монастыря появилась настоящая русская баня с купелью Рядом нарядная трапезная, сделанная руками местного плотника Теперь и древние монастырские колодца с целебной водой выглядят иначе Здесь можно не только утолить жажду, но и отдохнуть Хочешь, слушай тишину Хочешь, размышляй о вечном Хочешь, молись После ремонта совсем другой стала келья для братьев Раньше это была просто избушка, холодная и неуютная Печка, камень, удивительно, она экономная Закладываешь до утра, лежишь в одной футболочке, как говорится, под покрывалом Даже одеялом, даже порой не укрываешь степло Вот, слава богу А теперь, сказал отец Австафий, поднимемся на вершинку, всего-то полтора километра Сопровождать группу будет пес Бим У него все под контролем И в этом мы убедились на собственном примере Стоит немного отстать, он уже рядом Да я вот собачку Биму запрягал зимой в саночке И вот он помогал туда в гору подниматься Вот с пилой, с бензопилой, с топориками, с инструментами И настолько у него энергии было, что еле успевал даже бежать Прошлой зимой на самой верхней точке монастырской земли Была обнаружена уникальная находка Поклонный крест, который простоял около двух веков Туда и вел нас отец Австафий Сам крест еще зимой аккуратно по частям вынули и доставили в Урлук Местные мастера-умельцы скрепили его И сейчас он находится в храме святого пророка Ильи А между тем наше восхождение подходит к финалу Еще немного, и мы на вершине Внизу остался монастырь, а здесь только небо Раньше говорили, что римляне любят хороший знак Когда они шли, допустим, поход Орел если пролетал Александр Македонский, он всегда обращал на это внимание Хороший дебинак А вот и место обретения поклонного креста Сохранились даже камни, которые удерживали его два столетия Крест очень старинный Так вот, как стоял, плоскостью ровно на Урлук село, второй плоскостью на монастырь То есть явно так, что было все рассчитано, чтобы освещал две стороны Жители помнят до сих пор, которые внуки тех своих дедов, бабушек, когда ходили в этих местах Им показывали на это место, на этот крест, и говорили, что это Варламовский крест Полностью, как он лежат, эти камушки, первозданно видим Что сверху маленько чуть-чуть сняли, чтобы вытащить крест Потому что мы на реставрацию Что в таком состоянии уже нельзя было его оставлять Ни в коем случае, может он уже превращался уже все, как говорится, в труху Нужно было сохранить его обязательно от крест Крест мы новый уже нам пожертвовали То есть новый монастырь, как бы строятся новые построения Новые люди Новая эпоха и новый крест Спускаться к монастырю гораздо легче Полетишь, как птичка, сказал отец Эвстафи И повел нас в обратный путь Вот, где-то лет 200, наверное, не меньше, 250 Вот это, если с ней помнит, тех паломников, возможно, преподобную Варламу Когда я весной ходил, здесь вот, медведь, этот вот, муравейник Ну, наполовину, как говорится, срезал Не было вот этой вот вишушки Вот за лето вот он вот так муравьи восстановили Вот полностью, как первозданный вид Даже не подумают, что он был разворошен Не успели спуститься А в монастыре снова радостная весть Благотворители пожертвовали для церкви мощный котел-обогреватель Ну что? Попробуем? Ну и все, скорее Держите, и разогнем, вот он пошел И на себя Хорошо, осторожно, осторожно, привыкал на вас Держите, веревочка Веревочка, веревочка Ну и все Полтона только раз С Божьей помощью, вот так вот, преподобную Варламу Без опыта, без ничего, а так Благодаря братьям, Анатолию, Максиму Пожертвования для церкви Главное, тепло Будет тепло, будет молитва, конечно Очень экономично, практично и безопасно По 12 часов там дрова тлеют, тепло отдается Котел будет под полами И все это будет наверх тепло идти И будет приносить людям радость, я думаю Вот так каждый день, понемногу, усилиями людей С любовью и Богом, с верой и надеждой Возрождается Иоанна Предтичинский монастырь Святое место земли Забайкальской Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok